Здарова, камрады! С вами Аргумент 600. И прежде чем запустить видео, я хотел бы призвать вас сравнить этот обзор с обзором кубота Dinosaur. Он был на Mediatek MT6735, и именно Samsung Galaxy J5 по характеристикам очень похож на тот кубот. Но там платформа Mediatek, а у нас здесь Snapdragon. Это специально для тех, кто утверждает или сомневается в том, что есть различия между столь похожими, казалось бы, чипами. У обоих 4 ядра, у обоих ядра Cortex-A53 и невысокая частота. Только у Samsung, соответственно, 2 гига оперативы, а там 3 гига оперативы. И, естественно, HD-дисплей тоже у обоих. Тем это сравнение и интереснее. Так что чуть что, вот видос. А мы погнали. Итак, начнем, как обычно, с World of Tanks. Низкие настройки. Напомню, что перед нами система на чипе Qualcomm Snapdragon 410, 2 гига оперативы и HD-разрешение. Как обычно, запускаем без теней, без всего, на низких настройках. Посмотрим, как она будет летать по сравнению с тем же Mediatek MT6735. Надо отметить то, что даже в таком виде у смартфона с 2 гигабайтами оперативки свободными остаются примерно где-то 400 мегабайт всего. Поэтому для того, чтобы запускать тесты, мне приходится, естественно, очищать полностью память устройства перед запуском каждой новой игры. Так что это надо учитывать. Итак, вот у нас на низких настройках 30 кадров в секунду примерно плюс-минус. Прямо скажем, результат не очень высокий. Вот в лучшем случае где-то за 40 слегка перешагивает. Ну вот, просаживается производительность даже ниже 30, то есть где-то 29, иногда 27 даже. Посмотрим, вот в режиме приближения, то есть в снайперском режиме, производительность падает еще ниже. И при этом заметны какие-то неравномерности кадров. То есть явно видно, что выпадают кадры. А также вот, только что вы видели, как не сработала кнопка стрельбы. Обычно такое действительно случается, и то вина не смартфона, как правило, а самой игры там. Ну, есть такой реально глюк во всех смартфонах примерно. Но здесь она вот 2 может пропустить, выставила 3. И я думаю, что здесь проблема с сенсором. Особенно учитывая то, что сам сенсор явно не самый хороший здесь. Выцеливать какую-то мелкую детальку, типа там, я не знаю, подзорной башни, очень сложно. Хотя, конечно, были в нашей практике девайсы и похуже, но все же здесь, ну, такой, чуть, так, средний, может быть, чуть выше среднего по качеству здесь сенсор. Если рядом с нашим танком взрывается какой-то другой танк, или, например, взрывается наш танк, то производительность может упасть даже до 20 кадров в секунду. И я напомню, что это минимальные настройки. То есть, обычно это нормально было бы, если бы перед нами, там, не знаю, Full HD был или какой-нибудь Quad HD. Но обычный HD, пускай и 410 Snapdragon, но все же, получается, он проигрывает тому же MT6735. Довольно интересная ситуация, и еще интереснее будет посмотреть, как смартфон справится с высокими настройками. Ну, мы, естественно, опять тени отключим. И давайте посмотрим. Ну, я думаю, комментарии излишни здесь. Такой боли и печали я давно не видел. Причем не совсем понятно, во что упирается производительность, потому что, в принципе, проблем-то с 4-ядерным процессором под части CPU явно быть не должно. Тем более, что стабильность работы довольно высокая у смартфона. То есть, ни о каком троттлинге здесь речи идти не может, да и нагрев корпуса невысокий. Поэтому у меня складывается впечатление, что в данном случае сказывается именно низкая однопоточная производительность и производительность графического ускорителя. Ну, играть так, ну, мягко говоря, невозможно. Чтобы прям не ругаться уж тут крепкими фразами, скажем так. Что касается динамика, то он здесь направлен вообще в другую сторону и, естественно, очень хорошо прижимается пальцем. Но благодаря его размещению, именно вплотную прижать его довольно сложно. Только если он не лежит на какой-то мягкой поверхности. Но в нашем рейтинге это не учитывается, естественно. Мы здесь оценим только звук именно во время игры. Так что сильно снижать оценку я за это не буду. Итак, вот у нас Рио Рейсинг 3. Посмотрим, как справиться с графикой старенькие добренькие Адрены. Ну, здесь ситуация, на самом деле, гораздо бодрее. То есть, видимо, здесь вся нагрузка ложится только на графический ускоритель. И от процессора здесь не сильно зависит все. Что касается датчика ориентации, то, в принципе, он мне понравился. У него, конечно, какое-то странное поведение в около нулевой зоне. Его приходится иногда подлавливать. Но в целом заложить нормальные виражи вполне реально. Относительно точный, конечно, сенсор, но бывает и лучше. Из тормозов могу выделить только те ситуации, когда в кадре очень много машин или какие-то спецэффекты. Ну, вроде вот только что машина заехала на Apex и у нас дым появился. Ну, пыль, короче говоря. И вот в этот момент продлительность действительно иногда просаживается. Вот, опять же, хорошо заметно вот это. Ну, а в целом играть в Real Racing вполне реально. То есть, опять же, в тех играх, видимо, где не требуется какой-то агрессивный рендеринг на стороне CPU или какие-то расчеты, оно идет, в принципе, более-менее неплохо. Ну, осталось проверить, конечно же, в нове, потому что там идет нагрузка и туда, и туда, но это мы оставим на десерт. А сейчас запустим Mage'n Minions, посмотрим, как справится смартфон с большим количеством юнитов на экране. Ну, видно, что, в принципе, FPS приемлемый. Хотя, честно говоря, я думал, что здесь будет все гораздо хуже. То есть смартфон как-то на самом деле странно себя ведет. В тех играх, где он не должен был лагать, он почему-то лагает. А в тех играх, где большинство смартфонов, наоборот, сдуваются, здесь все хорошо более-менее. То есть Mage'n Minions довольно серьезная игра, как по уровню CPU нагрузки. И вот CPU здесь вытягивает, походу. Но, с другой стороны, здесь и эффектов много. И обычно чипы на MediaTek, они здесь довольно сильно сдуваются, но здесь мы такого не видим. Довольно интересная, опять же, ситуация. Возможно, это как-то связано именно с прошивкой. И то, что она довольно тупорылая и занимает очень много оперативки. Возможно, все эти просадки FPS связаны тупо с нехваткой памяти. Я могу это предположить, несмотря на то, что здесь 2 гига оператива. Опять же, напомню, что свободный из них только где-то 400-500 мегабайт на свежем устройстве без установленных программ. То есть, если взять во внимание то, что, например, какой-нибудь Firefox может забить мегов 400, то что говорить про World of Tanks, который, например, может 600, 700, 800 мегабайт в оперативке занять. Возможно, это с этим связано. Я толком не разбирался в этом и ничего сказать такого не могу. Я не знаю, насколько вам это интересно будет. Можно, конечно, сейчас похватиться и посмотреть это все, но вы в комментах мне напишите, насколько это будет актуально вообще. Но я не исключаю эту вероятность, что все это вызвано именно нехваткой оперативки. Также я еще не сказал про Wi-Fi приемник. Он здесь нормальный, никаких проблем с ним я не испытал. Дальность приема добротная, никаких провалов по пингу опять же нет. То есть, для сетевых игр оно подойдет вполне неплохо. Особенно, если оно не жрет производительность графического ускорителя. Иначе оно будет довольно сильно лагать. Также проблемы возникли с повторным запуском Mage and Minions. Игра просто тупо перестала запускаться. Не знаю, с чем это связано. То есть, на стадии синхронизации профиля оно почему-то вылетает. Предполагаю, что это глюк не самой игры, а скорее Google Play игры. Поэтому, ну, здесь надо разбираться. Реально, у меня, честно говоря, на это нет времени, но довольно неприятная деталька. Итак, ладно, запускаем новую. Самая, пожалуй, наверное, игра, которая равномернее всего награжает CPU и графический ускоритель. Посмотрим, как Samsung справится с ней. Ну, на заставке видно, что здесь, в принципе, ну, играбельно, скажем так, ситуация. Посмотрим, сейчас вот будет какой-нибудь экшен. И побольше всяких частиц будет. Посмотрим, как оно там. И вот тут на заставке все видится крайне неприятно. Опять же, обратите внимание, что он лагает, когда есть какие-то эффекты. Вот в данном случае это эффект размытия. На мой взгляд, это связано именно с этим. И здесь тупо идет нехватка производительности на одно ядро, которое, возможно, это же все-таки двухмерный эффект. Поэтому я думаю, что это именно из-за этого. То есть графический ускоритель здесь работает, должен работать не так активно. Ну, посмотрим сейчас, как оно в игре будет. Итак, вот у нас игра. И опять же, как только у нас на экранный эффект какой-то, ну, вот, типа, активируется щит. Вот этот вот, как в кризисе, прям, по бокам, типа, винетирование такое вот дурацкое, сразу начинает сильно лагать. Причем настолько, что играть становится невозможно. И, опять же, даже в нове сказывается не самый точный сенсор. Опять же, возвращаемся к нему. Видно прекрасно, что, опять же, как только по нам стреляют, мы получаем какой-то урон. У нас выводится на экран эффект какой-то двухмерный зачастую. И это просто уничтожает всю производительность. Опять же, играть, конечно, можно, наверное, но, мягко говоря, некомфортно абсолютно. Касаемо удобства игры, здесь все нормально. Корпус довольно удобный, не скользкий, а за счет низкого нагрева он как-то не... Руки не потеют, и оно все это дело не выскальзывает из рук. Поэтому в этом плане все хорошо. Ну, а по нашей методике смартфон набирает невнушительные 56 баллов из 100 возможных. Такие вот дела. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Аргумент 600. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...